Женщина, последний шанс. Эскорт, завержанство, папика. Там моя прошлая жизнь. То есть пиджак и трусики. Мейросеть создала девушку. Здесь появится, наверное, картинка. Только вот розовый равно популярность, узнаваемость. Сколько ты потратила на формирование своего нового гардероба? Как можно потратить 130 тысяч на сумку? Несмотря ни на что, как бы все стилисты это не хейтили. Это, как говорится, дешево и сердито, да? Да, потому что я знала, что вы придете, и я подготовилась. Знакомых, друзей нет, никого нет, мам, пап нет, помощи нет, денег нет. Это когда вот ты зарабатываешь очень много денег в один день. Мы хотим посмотреть картин. Много звезд, которые в одинаковых платьях приходят. Я видела, как там бомжи ходят, Томми Хиллфигер. Меня украли, получается, браслет стоимостью 1,3 миллиона рублей. Вау, слушай. Так, я вот здесь, конечно, пожила. Ты мне покажешь все, что нужно? Ну, может, не будем это рассказывать? Ну, блин, я не знаю. Друзья, всем привет. Ну что, я сегодня в гостях. Во-первых, в очень красивом месте. Сейчас мы все вам покажем. А во-вторых, рядом с очень красивой девушкой. Просто королевой, королевой рилсов Арины Алекс. Арина, привет. Привет. Спасибо большое, что пригласила нас. Здесь невероятно красиво. И то, что за кадром, и то, что в кадре, естественно. Расскажи, пожалуйста, немножко про себя, чтобы наши зрители узнали тебя чуть получше. Всем привет. Меня зовут Арина Алекс. Я эксперт по вертикальным, коротким видео, которые есть во всех соцсетях, которые продают классно, привлекают подписчиков. И мне удалось набрать более двух миллионов аудиторий без вложений абсолютно с нуля во всех соцсетях. И также я этому обучаю. Я с 2019 года, у меня есть своя школа. Самая крупная на данный момент школа по рилс в СНГ. Я вообще сама из маленького поселка, я даже называю это деревней, чтобы примерно понимать с масштабами, если сравнивать Москвы. И я транслирую постоянно то, что неважно, где вы родились, неважно, откуда вы, какие у вас данные, если у вас нет помощи от родителей и так далее, можно все равно жить, как вам хочется, иметь комфортную жизнь, такой прекрасный гардероб. И несмотря на то, что мне было сложно изначально тратить большие деньги на одежду, на какие-то украшения, все равно я прошла такой трансформационный в том числе путь. Я знаю, как многим людям тяжело тратить деньги на себя, покупать классный гардероб. И я хочу, чтобы вы поняли сегодня, что, во-первых, это не обязательно делать, я этому доказательству. Во-вторых, что классный гардероб это не всегда куча-куча вещей. И сегодня мы посмотрим, что же у меня есть и что же я вам приготовила показать. Супер! Смотрите, я вам расскажу. Обычно мы ходим к стилистам смотреть их гардероби, но сегодня мы пришли к Арине, эксперту по парилсу, можно я скажу? Так проще будет понятно, потому что вертикальные видео, то есть люди такие, так, что это? Ну, короче, парилс, по клипам, по шортсам, в общем, по всем вот этим классным штукам, которые, кстати, помогают и мне продвигаться в том числе. Вот, и почему мы пришли? Потому что я подписана на тебя и заметила, что твой стиль поменялся. Да, кардинально. Кардинально вот за небольшое количество времени. И мне действительно очень хочется посмотреть, как ты сделала это. Ты сделала это сама, ты обратилась к услугам стилиста, ты там изучила. Ну, короче, в общем, я смотрю, гардеробная очень красивая. Не скажу, что она большая, и мне очень интересно посмотреть, сколько здесь вещей. Здесь всё хранится вот здесь или ещё где-то? У меня ещё есть там мой секретный шкафчик. У каждого человека есть скелеты в шкафах, и мои скелеты сейчас посмотрят. Слушайте, ну я секреты люблю, поэтому я предлагаю начать оттуда. Да, давай. Пойдём. Так, мы переместились в секретный шкафчик. Очень мне интересно знать, что там. Что там? Там моя прошлая жизнь. Ого! Там что, бывший? Почти. Бывший гардероб, так скажем. Ну-ка, давай посмотрим. Итак. Ого-готики. Это перья у нас тут. Вот это шикарность. Это у нас тут розовый цвет. В общем, я, когда пошла в соцсети, у меня стояла задача. Я хочу выделиться. Я хочу, чтобы меня запомнили. И так получилось, что вообще... Вот знаешь, сейчас есть такой даже мем, что эксперт и парился это все на фоне цветных подсветок. Да-да-да, кстати. И вот это как раз-таки тренд запустила я. Когда-то давно в ТикТоке я купила свою первую лампу за 2000 рублей в Леруа Мерлен розовая. Она была одинственный цвет. Это для выращивания растений? Да, для выращивания растений. Я купила лампу. Ну а что? Чтобы снимать классные видео. Да, и она мощная, классная. Кстати, пользуется лайфхаком. Очень круто. И заодно растения будут расти. Хорошо. Да, и растения растут, и подписчики растут, и красивая картинка. И, значит, я это все выставила. Очень классно получилось. И тогда никто не снимал на именно вот коротких роликах с подсветкой розовой, вообще цветными. И как-то все пошло, и меня начали узнавать. А, это та девочка в розовом цвете на розовом фоне. Я начала скупать все розовые пиджаки, все розовые образы, все такое, чтобы меня именно запоминали. И это действительно сработало. То есть это как один лайфхак на первом этапе, когда любая звезда, становление любого личного бренда начинается с каких-то таких маячков, якорей, стиля. Мы сегодня тоже про них поговорим, думаю. И вот моя прошлая жизнь. Розовые жакеты. Розовые жакеты, да, пиджаки. Самое главное, что ты же снималась в основном вверх, да? То есть это в основном были вот именно верхние части. То есть пиджак и трусики. Удобно. Это, знаете, как вот мемо, как телеведущие обычно, да, там сидят в семейниках, и так же на рюсах удобно делать. Ну и что? Ты скупила все розовые пиджаки? Пиджаки, которые были в России, за рубежом. Я как сумасшедшая покупала. Слушай, ну здесь немного, или ты уже избавилась? Да, у меня есть вторая квартира еще в Москве, которая отдельная, мой гардероб, так скажем. И там вся моя прошлая жизнь. Так почему мы не там снимаемся, я не поняла. Это надо было ехать туда и снимать еще тот гардероб. И вот там он примерно так и выглядит. Но здесь я выбрала свои самые любимые вещи, например, это Филипп Киркоров, пожалуйста. Ну-ка. Ой, я люблю вещи Филипп Киркоров. Бренд Эпикюль, турецкий. Да, турецкий. Туркеш дизайн. Вот. Очень классно смотрелось кадры, переливалось. Да. И вообще я до сих пор бы, конечно, его носила, но... Но? Но стилист не разрешает. Так, тут мы выясняем, что ты, значит, со стилистом работаешь. Да, мы сейчас посмотрим плоды нашей работы. И, конечно... А раньше ты одевалась сама? Тоже был стилист, тоже все классно. Только у нас была другая немножко форма работы и цель работы, опять же, для соцсетей. То есть сейчас, когда человек такой думает, что мне надеть, как мне надеть, куда мне идти. Так, цель соцсети, там надо выделиться. То есть у меня был такой минимальный гардероб, где есть мои якоря. У меня был такой чокер розовый с Арины Алекс вышитый. А потом у меня были какие-то такие серьги узнаваемые, подсветка моя, моя укладка фирменная. То есть такие якоря, по которым меня узнавали. Действительно, я всегда на сцене, если выхожу, всегда была в розовом. Это были укладка, это были какие-то сережки. И, конечно, в этот гардероб входят те элементы. Слушай, вот я вижу здесь... Давай посмотрим еще, потому что я-то все вижу, а нашим прекрасным зрителям не видно. Вот лайм, укороченный жакет. Ты, получается, в нем снималась? Да, постоянно. Это мой такой must-have. Я брала его в путешествие. Это немало-мало места. Я понимала, о, мне надо сегодня провести эфир на обучении, записать рилс. Я его просто доставала, и у меня всегда под рукой был мой тот самый якорь, где я снимала в любой точке мира, и меня всегда узнавали. А ты в повседневной жизни не уходила? Очень редко, потому что розовый все-таки цвет вот тут уже стоял, и я понимала, что я уже не могу видеть розовая. И это тоже была причина, почему я, естественно, ушла от него. Слушай, и получается, вот ты работала над узнаваемостью в соцсетях, надевала розовый, а потом на улице тебя узнавали или не узнавали без этого розового цвета? Вот хороший вопрос. Однажды я пришла на одну вечеринку, где были блогеры различные, их подписчики, все наши подписчики, и меня без розового цвета не узнали. Я была в хвосте залезанном, в очень непривычном для себя образе. Я так расстроилась, я думаю, вот всё, без розового меня больше никогда не узнают. Это, знаете, как паттерн такой, у нас лежился установка в голове, что всё, только вот розовый равно популярность, узнаваемость. Но это было не так. Я очень сильно ошибалась. Слушай, ну мне вот кажется, на самом деле приём-то очень классный, и вот те, кто начинает для того, чтобы запомниться людям, очень важно как раз вот это вот сделать. Но потом ты уже можешь позволить, когда тебя уже начали узнавать не только по цвету, но и по твоему лицу, или тому, что ты говоришь, или потому что ты называешь своё имя. Ну, короче, очень много розового, но не только. Что ещё? Давай, может быть, ты покажешь свою какую-то любимую вещь из старого гардероба, которую ты вот любишь до сих пор? Такое. Это у нас, значит, такая вот британская королева. Твиди, бренд. Это что? Это какое? Это тройка. Это у нас тут топ. Это российский бренд? Если не ошибаюсь, да. И вот такой вот. Слушай, выглядит как... У меня просто дочке 11 месяцев. Выглядит как будто на неё такое всё маленькое, миниатюрненькое прям, но розовое. Розовое, да. Как Джеки? Тоже ещё хотела сказать, что если посмотреть на всех звёзд, которые изначально выстраивают свою карьеру, они же тоже, например, делают татуировки на лице, какую-то странную прическу, какой-то очень вызывающий яркий образ. А потом, когда их уже узнали, они начинают идти туда, где комфортно. Это, кстати, пример Леди Гага, да? Её же сумасшедшие образы для того, чтобы постоянно обсуждали. То она там в мясе, то она не в мясе, то ещё что-то. А потом бац, и она вообще простая, оказывается, но её уже знают. Ну, короче, мне кажется, каждый должен пройти этот путь для того, чтобы действительно своей популярностью работать. Да. Ну и что? Вот это вот у тебя есть. И ты это носишь теперь? Нет, только дома. Просто любят. Так покружиться, вспомнить свою прошлую жизнь. Слушай, ну, посмотрев на тебя сейчас, ты в тотал-чёрном, ну ладно, с чокером, но совершенно другим. Другая прическа. Как ты себя сейчас ощущаешь? Я себя сейчас ощущаю дорого. Это выглядит дороже, это уже абсолютно другое позиционирование, это другой образ жизни, это другие люди притягиваются, окружение, да? Если мы хотим, как правило, думаю, все это знают, хотим определённую целевую аудиторию получить, определённых подписчиков получить, людей, которые будут покупать наши услуги, продукты за любые цены, нам нужно выстроить спозиционирование. Поэтому у меня сейчас даже поменялся доход из того, что я изменила свой гардероб, который мы сейчас посмотрим. Поменялось полностью окружение, опять же, потому что всё-таки, когда ты приходишь, такая вся девочка-студенточка, ну, люди тебя так и воспринимают. Поэтому это очень важно тоже сделать. Вот скажи, ты вот проговорила, ты не стилист, потому что стилисты часто говорят, нам стиль помогает изменить уровень жизни, повысить свой доход, там, ла-ла-ла-ла. Ну, как бы, стилисты — это стилисты, ты не стилисты, ты всё равно говоришь об этом. Да, это важно. Хотя я не стилист, мне нечего купить по стилю, никакого гайда, никакого курса. Да, но всё равно ты говоришь о том, что действительно стиль тебе помог. Да, очень помог. Как ты, вот, очень часто, знаешь, такие слова очень, ну, обширные, вот, всё классно, там, вселенная и всё такое. Ну, вот на материи, как ты почувствовала, что действительно стиль тебе помогает? Когда я вышла на красную, ну не на красную дорожку, первый свой выход мероприятия, где звёзды, селебы и так далее, в своём старом образе, то никто не подходил и не говорил, вау, какой образ хороший. Как только я начала работать со стилистом, как ты это внедрила и продумала новый именно образ, только мне подходили, спрашивали, где ты это купила? Ой, я тоже знаю этот бренд. То есть такая связь, крючок, за который ты можешь сцеплять тех самых нужных тебе, возможно, людей, просто с которыми тебе приятно общаться. Но это вот реально доказательство того, что ты идёшь в верном направлении. Круто. Слушай, ну вещей у тебя в старом гардеробе там, ну достаточно. Ну ты тут и часть маленькая. Почему ты их хранишь? Ты не ходишь, ты их хранишь? Или ты просто так периодически заглядываешь, что, о боже, моя старая жизнь, о боже, моя новая жизнь? Я такая, знаете, очень, как я из деревни всё-таки, мне сложно вот взять что-то, выбросить. Надо на всякий случай на чердачок сложить, да? Да, всё вот это вот сложить на чёрный день, мало ли вдруг, так жалко. Хотя сейчас я начала заниматься благотворительностью, и я думаю, что я буду это, опять же, либо продавать, и деньги вырученные отправлять, либо я это буду просто отдавать. То есть есть классные выходы, как исповедь со старого гардероба. Слушай, ну тут есть по-любому какая-нибудь странная вещь, которую ты думаешь, почему я это носила? Или, может быть, ты уже от всего этого избавилась? Ну, или хотя бы от того, что осталось, вот из серии, господи, где были мои глаза, есть такое? Да, вот это платье. Ну-ка, давай посмотрим. Ох уж эти высокие потолки, ох уж эти высокие шкафы. Я его ни разу не надела, кстати. Серьёзно? Да. Оно на мне смотрится пошло. Вот эти вот какие-то... Бренд My Modus Fashion. Какой у тебя в торговом центре? А почему ты его купила? А вы знаете, блогеры, когда что-то рекламируют, они вот все блогеры вот были вот в этом, я только посмотрела, ну значит, это модно, и увидела в магазине и купила. Ну вот типичный маркетинговый ход. Но ты не надела, но ты всё равно его хранишь. Да. А почему? Тоже вот это вот... Опять же, новое же. Ещё не отмошено. Вдруг мало ли, да, какое-нибудь мероприятие будет, где надо быть какой-нибудь такой вот пошлый. А как, да, пошлый. То как раз у меня есть то самое платье. Да. Слушай, ну ладно, вот эта вот, конечно, штука меня манит. Да. Давай посмотрим. Ну просто это очень интересно. Это твой выходной или домашний вариант? Это, я думаю, что больше пляж. Да. Вот так. Ну то есть такая вот... Тут, смотрите, у нас есть сокровище, да. Мермейд. Это какой-то типа рынок. Типа рынок. Ну типа какой-то турецкий аля бренд. Слушай, ну ты ходила в таком? Да, по пляжу и по городу там куда-нибудь наверх шорт. Ну выглядит эффектно, но мне кажется, это такая история немножечко женщины-комуза. Да, да. Вот когда это... Женщина последний шанс. Я хочу привлечь, прости, пожалуйста. Но правда, это настроение. Бывает иногда реально, когда вещи говорят. Вот как будто бы здорово, что ты оставила это в прошлое. Да. Ну окей, ты сказала, что ты работаешь со стилистом. Да. И ты поменяла свой стиль кардинально, вообще прям полностью. Кардинально. Сколько у тебя заняло это времени? На самом деле у меня было несколько этапов. Сначала, когда я потихоньку переходила к минимализму, так как всё розовое мне уже вот тут достало, и ты из крайности в крайность. И я не знала, как правильно это сделать, и такой был этап. Вот знаете, тренд такой old money. Сейчас мы про это поговорим, и всё это обсудим. И я хочу там показать уже в своей гардеробной. В новой. Да, в новой жизни. Ну быстрее пошли скорее туда. Ну в общем, вот это роскошество. Да. Новый гардероб. Очень такой скромненький. Ну и имеется в виду по цвету после того буйства. Всё минималистично. Но знаешь, как я к этому пришла? Помнишь, был такой бум на old money, эстетику. Да. Вообще, откуда это всё пошло? Нейросеть создала девушку. Здесь появится, наверное, картинка. Которая вот этой вот все эстетики на фоне особняков, такая вся минимализм. И всё это заключилось, завертелось в ТикТоке. То есть это по факту моя самая стезя, те самые тренды. И это история про то, как именно соцсети дают бум и блогеры зарождают тренды в стиле. И что после этого мы видим? Все начали девчонки подражать, доставать все свои полосатые футболки, рубашечки, все это повязывать на плечи. Мы начали скупать все огромные магазины, да, самые популярные, Zara, там, масс-маркет. Начали делать дешёвые, некачественные вот эти вот вещи. И какой old money мы получили? Конечно же, какое-то тряпьё висит, это футболка непонятная. А всё-таки эстетика old money это больше про, опять же, тихую роскошь, про качественные материалы, про минимализм. И я бы сказала, что это был классный тренд всё равно, несмотря ни на что. Как бы все стилисты это не хейтили. Как только где-то что скажут про old money, все такие, ой, достались с ним old money. Я считаю, что это был офигеннейший тренд, после которого мы все переоделись с разных вот этих вот вырви глаз цветов, каких-то пёстрых, непонятных цветочков, оттенков, принтов, которые многим не идут. Например, мне принты, я считаю, что не особо идут. То есть максимум какой-то свитерочек где-то там, что-то там геометрическое. И вот у меня был такой этап, когда я ходила в минимализме, но я не понимала, как вот именно себя найти. И тогда как раз-таки я начала работать со стилистом, Денис Петюк, стилист главной ла-мода. И мы начали, так скажем, видеть в одном направлении, как это всё во мне соединить. И экспертную девушку. И вот я вся такая вот спикер вещаю на тысячные залы, на миллионы людей. Меня слушают и при этом соединить. У меня пошли дорожки, я начала работать с пиар-командой. И все эти пошли в публикации в журналах СМИ. И, конечно, там уже надо быть такой большой секси, деловой, девушкой, которую слушают. И также у меня есть третий такой вот этап, пунктик, точнее не этап, где я, минимализм, домашняя девушка. И вот мне доверяют, слушают. Вот так. И всё это сочетается вот здесь. И вот в итоге вот это вот всё тебе помогает? Да, конечно. Хорошо, сколько у тебя заняло по времени формирование этого гардероба? Ты работаешь только со стилистом, сама ничего не покупаешь? Сама тоже покупаю. То есть я советую, скидываю что-то, очень много смотрю пабликов. Вообще, как разобраться в любой сфере, которая нас интересует? Просто идёшь, смотришь людей, кто этим занимается, что они смотрят, на кого они подписаны. Ты выделяешь себе самых топ журналов, каналов, телеграм, подписываешься на этих людей, и всё, у тебя насмотренность вырабатывается. И потом ты уже понимаешь, что не надо, а что лучше, что тебе подходит, а что не подходит. Поэтому это такая комбо у нас получилась. Я смотрю, у тебя очень много жакетов. Ну, скупить столько, это прям, мне кажется, это либо надо сразу пойти и потратить очень много денег, либо реально долго собирать их. Вот сколько у тебя заняло формирование твоего гардероба по времени? Ну, там, месяц, два, три. Где-то два с половиной месяца. Ну, немного. Немного. То есть это вот тот шкаф, тот шкаф, это, там, вечерний мы ещё рассмотрим, какие-то блузочки и остальные вещи, и вот это. Вопрос с претензией. Сколько ты потратила на формирование своего нового гардероба? На новый гардероб, честно, я даже не считала. Много? Очень много. Я думаю, что, ну, даже, я даже боюсь просто представить, прикинуть, если брать, если не брать дорогие какие-то там вещи, прям супер, которые я обычно не покупаю, вот так пошла, оплатила. Если брать обычные, например, да, я знаю, там, 12 сторис, какие-то такие наши российские бренды, ну, думаю, больше двух, может быть, миллионов, трёх, четырёх. Ну, как-то вот так. Ого! Ну, скажут наши дорогие подписчики. Ого! Зачем так много вещей? Вот тебе, как нестилисту, ну, зачем? Зачем столько вещей? Мне кажется, это немного. Посмотрите на мой гардероб. Мне кажется, это так мало. Ну, во-первых, смотрите, у меня такая линия есть, где я эксперт, и у меня очень много съёмок, уроков, у меня очень много выступлений. Я всегда должна быть под свой образ, вот, я понимаю, куда я иду, кому я иду вещать, что я буду говорить. И под это нужно, конечно же, определённое позиционирование, чтобы стиль говорил за тебя. Здесь это уверенная в себе секси-деловая мадам, которая точно знает, что она хочет. Выдержанные такие все цвета. И, конечно, если посмотреть на пиджаки, то это просто... В этих жакетах и пиджаках я сняла только один курс, чтобы примерно что-то менялось. У меня там более 100 уроков, например. Поэтому мне это надо. Ну, конечно, конечно, да. Да, мне это надо. Но тут важно понимать, что действительно, если тебе нужно, вот, как эксперту, быть постоянно разной, производить то впечатление, которое нужно, то ты инвестируешь. Если тебе это не нужно, то ты выбираешь просто для себя самые работающие инструменты. Вот скажи, ты, получается, сняла во всех этих вариантах одежды, а что ты носишь в повседневной жизни? Ну, вот, я не знаю, на встречу с подружками пошла, там, куда ещё, на свидание. Я обожаю жилетки. То есть, например, вот, смотрите, у меня сейчас образ. Здесь сочетается старая, вот, это моя, минимализм даже в обычной жилетке, в чистоте. При этом это длинная юбка. И, конечно, такая моя, наверное, альтер-эго, сущность, которую я не проявляю нигде. И я такой не являюсь особо. Но иногда хочется, это такая змеюка подколодная, потому что, если посмотреть, да, змеиная. Потому что я всегда такая очень добрая, милая, вот, такими вот открытыми глазами. Но я всё-таки больше про и строгость в том числе. И хочется как-то вот всё это соединить. Поэтому я обожаю жилетки, если посмотреть. Да, давайте посмотрим. Жилеточки. Вот очень красиво белая. Да, здесь я... Алло, студио. Это, чтобы вы понимали, мне дарят мои ученики. У них бренды одежды. Они присылают вот так коробками. И я, получается, не отрачусь даже на какие-то... Удобненько. Создавайте хорошие продукты и будут вам подарки дарить. Да. Так, а это что? Так, что... Ну, всё. Тоже классно. Хорошо, расскажи, что сейчас на тебе. Это бренд YouWona. Я очень маленькая, хрупенькая, и у них всё подходит под меня идеально, мне кажется. Вот, мы с ними дружим. Обожаю всё. Дальше, что у меня здесь? Ну, аксессуары. Там немножко... И это Hermes. Очень красивый. Очень красивый. А, браслеты тоже классные. А, это H&M. Вот, кстати, H&M иногда радует. И выглядит, кстати, очень эффектно. Красиво, да, выглядит. Стоит три копейки. И можно сочетать с чем угодно. И с бриллиантиками там маленькими, и с Hermes'ами. Ещё раз подсказывает, что не обязательно тратить миллионы денег на то, чтобы выглядеть классно. Давай посмотрим на какой-нибудь твой самый любимый жакет, вот с которым ты, не знаю, готова спать, есть. Да, есть у меня такой. Всё что угодно делать. Давай, показывай. Это надо сейчас выдвинуть, значит, аккуратненько. Это очень тяжело. Хрупкие женские ручки сейчас опустят. Не нужна помощь. Так, вопрос, подождите, вопрос. Вопрос, вопрос, как ты делаешь это сама утром, когда собираешься куда-то? Я прошу Диму. А если его нет? Ну, всё это дома, мы дома работаем. Но вообще, если честно, у меня половина висела внизу в том числе, потому что я знала, что вы придёте, и я подготовилась. Типа, знаете, как уборка перед гостями. Понятно, там всё самое тяжёлое. Ну, давайте, мужчины, помогайте нам. Да. Надо, чтобы мы сейчас не управляем. Не-не-не, это она сейчас аккуратненько вот так вот оп, и там система такая. Это мой жакет в таком кимоно стиле с таким вырезом. Представляете, я всегда думала, что мне такие вырезы не идут. А когда так вытягивают шею, я поняла, что, например, жакет недорогой бренд. Бренд Люсио. Люсио, да. Я померила, думаю, господи, как красиво. И теперь у меня ноги с такими вырезами. А вырез, ты имеешь в виду, что без борода, без ладского? Да, 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 то есть вот такой тоненький, и ты такая статная женщина сразу. В этом я проводила, да, все свои последние вебинары. Это когда вот ты зарабатываешь очень много денег в один день, и там вот ты сидишь такая в нём, и мне очень комфортно, и он любимый. Но белый цвет, кстати, он же всегда и про элегантность, и как раз про дороговизну, да. Так, в общем, ты в нём готова. Он, кстати, из шерсти как будто бы, да? Такой вот прям хороший по качеству. И с чем ты его носишь вообще обычно? К нему идут такие же брюки, к тому же костюмам, да. Ну, как я провожу все свои эфиры, в трусиках, шортиках. Понятно, хорошо, а в повседневной жизни? Тоже его ношу, то есть он и туда, и туда, и под ютку. Костюм в основном. Да, и под брюки, и накинуть там внизу какую-нибудь маечку, то есть очень красиво смотрится. Хорошо, так, и ещё один я вижу. Да, и это новый пиджар, я его ещё мало куда носила, но он тоже отражает меня, так как здесь есть талия подчёркнута, такие красивые прям плечи, и я вижу, что вот прям этот отражает меня. Да, это бренд Sorelle. Sorelle, да. Ну, он красивый, у него слегка тут увеличенная линия рукава, выглядит так элегантно. Под юбку я его вошу. Да, очень классно. В общем, жакеты, я тоже очень сильно люблю жакетов, у меня тоже жакетов, ну, примерно столько же, может даже побольше, всякие разные, потому что, мне кажется, это вот для эксперта, который работает на камеру, всегда работает на ура, потому что это и многослойность, и чёткое плечо, которое собирает, потому что ты должен что-то там людям говорить по делу, вот. И, в-третьих, это всегда, ну, как-то свежо и вне времени, классно. Да, мне даже есть такой лайфхак, всем всегда советую, если тебе нужно быстро куда-то выехать, на встречу важную, на созвон, на зум, выйти в блог, но при этом ты должна транслировать дороговизну, экспертность, то это всегда зализанный пучок, да даже вот как у тебя очень красиво вот эти вот прядки висят, какие-то серёжки и жакет, это всегда будет выглядеть дорого, и это просто. Даже минимально вот трясечки подкрасить, и всё, это уже конфетка. Сто процентов. Друзья, пользуйтесь лайфхаками, потому что это действительно работает, вот просто в повседневной жизни, и это классно. Скажи мне, пожалуйста, такой у меня вопрос к тебе, сразу с подковыркой, так скажем. Ты работаешь со стилистом, он за тебя все составляет образы, ну, там, говорит, Арина, ты сегодня идёшь в этом, а ты такая, нет, я не хочу в этом идти. Или ты тоже включаешь на свою фантазию, как-то свои какие-то идеи даёшь? Да, мы больше работаем в тандеме, но у нас, конечно же, всегда, всегда, когда ты идёшь что-то новое, тебе сложно выйти из зоны комфорта. И, конечно, когда я говорю, я в этом не пойду, это мне не идёт, мне не идут, а у меня, я всю жизнь думала, что у меня кривые ноги. Мне всегда в детстве говорили, да, мне всегда в детстве говорили, вот там, какие-то родственники, знаете, вот это, когда не умеют границей, ещё не понимают, что это такое, ой, какая наша кривоножка идёт. И то есть я вот эта кривоножка, кривоножка, я думаю, ну, блин, какая я вообще красивая, вот я не модель, там, у меня маленький рост, ещё там что-то. Я думала, ну, видимо, для меня только вот какие-то широкие, вот эти огромные джинсы, брюки, которые скрывают твою фигуру, попу, ноги красивые. И мне когда стилист сказал, сними это немедленно, вот тебе будем сейчас носить прямые обычные брюки, я очень долго сопротивлялась, то есть из зоны комфорта выйти максимально сложно, но всё равно я поняла, что всё-таки он был прав. А покажи вот какие-нибудь неширокие брюки, от которых ты сейчас кайфуешь. Мы можем сейчас положить это сюда? Да. Давай сверху просто положим, это ничего страшного. Как раз-таки вот те самые брюки. Чёрненькие. Чёрные 12-сторис. Обычные прямые. Ну всё, и как ты в них, как ты себя чувствуешь? Мне сначала было очень некомфортно, я прям чувствовала себя кривоножкой той самой в детстве, потому что мы же неосознанно часто, когда нам что-то не хочется делать, не понимаем, откуда это идёт. И когда я сейчас понимаю, откуда что это идёт, какие слова мне говорили, какие-то установки там и так далее, всё, всё всплывает, и когда ты это видишь, это уже полпобеды. Всё, я это увидела и поняла, что никакая я не кривоножка, я абсолютно нормальная, у меня есть нормальные ноги, можно их подчеркнуть прямо. Что же ими не пользоваться? На самом деле, это очень классная тема, ты затронула, потому что всё, что у нас есть, я сейчас не только про установки говорю, а вообще, в принципе, что мы думаем, это же не наши мысли, это то, что мы от кого-то переняли. Кто-то нам что-то сказал, и мы считаем, что это правда, но на самом деле, не разобравшись ситуацией, не рассмотрев себя до конца, это ещё раз подвержает то, что девушки, неважно, есть у них лишний вес, или они очень стройные, хрупкие, миниатюрные, всё равно есть какие-то комплексы, есть какие-то моменты, о которых мы всю жизнь переживаем. Мы не уделяем этому времени, думаем, что ну и ладно. Но на самом деле, посмотрите на себя реально в зеркало, посмотрите, какая вы красивая здесь, сейчас. То, что про вас говорили, то, что вы про себя думаете, это не ваши мысли, это не то, что есть на самом деле. Пожалуйста, любите себя, потому что от этого зависит невероятно много. Да, ваша энергетика, подача, уверенность в себе, потому что надеть что-то красивое на дорогое, на неуверенную девушку, вообще будет вот это вот скорбленное. Да нет, это... Даже на какую-то девушку, которая, казалось бы, она себя не считает яркой, она себя не считает красоткой, но она уверенная в себе, она будет шикарно выглядеть, поэтому, конечно, нужно иногда поработать и вообще не слушать никого. Вы прекрасные, всё у вас хорошо. Не бывает некрасивых девушек и женщин, бывают те, кто не может себе подать. Сто процентов. Слушай, покажи, пожалуйста, если она здесь, свою самую дорогую вещь. Если она здесь, она... Ну, самая дорогая, наверное, и для сердца, и для... Кошелька? Да, это, наверное, больше часы, браслеты. Аксессуары. Да, можем посмотреть. Ну, давай мы сейчас их не посмотрим, а если конкретно по одежде? Вот я, потому что... Ну, многие думают, что для того, чтобы выглядеть стильно, нужно покупать только дорогие вещи. И, конечно же, дорогие вещи вам не помогают. Нет, здесь вообще практически нет дорогих вещей каких-то там. То есть пиджаки там есть и за пять тысяч рублей, из лайма какого-нибудь есть и за пятнадцать тысяч. Вот это вообще шикарный костюм из лайма, такой вот в трендовом цвете. Да, это вот тоже лайм. Такой вот пиджачок. Ну, ещё с этикеткой. С этикеткой, да. Слушай, тогда вопрос. А много у тебя вещей вот с этикетками висят, да? Конечно. Из-за того, что мы два месяца формировали гардероб, есть ещё то, что я вообще не успела надеть. То есть это очень, на самом деле, такая у меня сейчас коробка вот таких вот. Всегда я что-нибудь перебираю, я туда скидываю, убрасываю. То есть это постоянно такая история. А самая, наверное, дорогая вещь вон там, находится в вечернем. Давай посмотрим. Так, ну самые дорогие вещи хранятся здесь. Я думаю, что они дорогие, а вечерние образы, да. И то, что, естественно, самое красивое такое. Ну давай, покажи нам что-нибудь, потому что, мне кажется, красивое здесь всё. Потому что вечерние гардеробы всегда... Ну, я спросила, да, про самый дорогой костюм. Кристиан Диор. Леди Лайк в стиле 50-х. Длинная юбка здесь, да? Да, это длинная юбка. Здесь у нас вот такой вот интересный. Как это называется, как я не знаю. Рассказывай, это подобрал тебе стилист? Да, всё стилист. И также все мои образы, конечно же, здесь вот. У нас красиво, смотрите, ЛВ есть. Жакет. Кстати, классный. С одной стороны, базовый, но за счёт того, что есть такая деталь. Да, да. То есть вообще же сейчас... Не знаю, конечно, как раньше, но сейчас, мне кажется, самое главное, чтобы вот логотипчик, он был маленький-маленький-маленький, на сумочках маленький-маленький. Чтобы не было вот этого вот... Куччи, Куччи, Дольче Габбана, вот это я, смотрите, благач. Потому что таким образом мы привлекаем как раз-таки ту самую аудиторию, которая не понимает, что это не круто. То есть если мы хотим привлечь за высокий чек людей, которые хотят у тебя что-то покупать, а не на одной волне, то наоборот, минималистичный чёрный жакет всегда будет выглядеть круче, чем когда куча надписей, вот эти вот кофты, Гуччи, футболки. Это вообще самое моё ужасно нелюбивное. Слушай, а у тебя была когда-нибудь, ну, вот эта вот логомания? Логомания нет, потому что когда у меня не было как раз-таки денег, она уже прошла, слава богу. Потому что я не знаю, я бы, наверное, всё-таки бы грешанула бы. Грешанула бы, да. Но на самом деле сейчас, мне кажется, всё равно вот те, там, блогеры, эксперты, профессионалы, которые чуть-чуть начинают зарабатывать, и у которых беда с насмотренностью, у которых не разработан вкус, и вообще они как-то хаотично покупают, мне кажется, всё равно грешат. Ну, то есть, посмотрев на улицах, это видно. И, возможно, это этап, который можно пройти, нужно пройти, когда ты зарабатываешь первые деньги, типа, вот, смотрите. Но потом, действительно, вот эта вот история, когда тебя уже считывают не по названию бренда, потому что я знаю, как он считается, а по силуэту, что я знаю, что эта вещь продаётся в Диоре, она классно сидит, это силуэт Леди Лайка, и он действительно смотрится круто. Очень красивый образ, очень эффектный. Ты куда-то его на выход, да, приобрела? Конечно, конечно. На мероприятия ходить, опять же, где люди, которые примерно могут понять, что это как-то. Ну, мы будем следить за тобой на разных дорожках, чтобы, собственно... Конечно, обязательно. Чтобы знать, что это не гучи-гучи-гучи, а аккуратный Кристиан Диор, мне очень запал в душу вот этот бант здоровенный. Расскажи, пожалуйста, что это. Так как я обучаю учеников, у меня каждый поток тысячи, и мы делаем шикарные выпускные всегда, то есть на прошлый выпускной у нас бюджет был там 8 миллионов, на 400 человек выступал певица Максим, у меня было два образа, были там оркестры, играл, в общем, всё было очень шикарно, красиво, и, конечно, хотелось как-то вот выделиться, когда вот мероприятие, что мы видим? Все в одном и том же, либо в аренду, либо в брендах одних одежды. Что мы сделали с моим прекрасным стилистом? Мы взяли просто обычное чёрное платье, здесь появится фотка и видео, с таким небольшим вырезом, и сами шили бант. Вот, посмотрите сами. Это получается вот так, как пояс. Как пояс, да-да-да-да-да. И сзади вот эта штука. И сзади был вот этот шикарный бант. Да, мы здесь фото тоже фиксируем. Очень красиво. И вот такой вот шлейф получается. Да, вот так я была. Ну, фурор. И даже в нём я... Можно было засунуть руки в этот бант. А, всё, я поняла. Да-да-да-да. Мастерлист придумал какую-то историю, что можно было засунуть. Это, как говорится, дёшевые сердито, да? Да. Ну, понятно, что это не супер, не из-за трикотопейки. Ну, как бы всё равно материал шить вот две. Да, но всё равно, при условии, что это получился образ такой подиумный, то если бы покупать это в брендах, это бы стоило просто космических денег. А по факту это, ну, всё-таки разовый, ну, плюс-минус, выход, там, парочку, ещё куда-нибудь на какое-нибудь мероприятие. Классная история. Вообще, балет-кор сейчас у нас всё ещё остаётся в трендах на 2024 год, поэтому банты на, не знаю, на заколочках, на жакетах, на туфельках, на платьях вообще спокойно можно использовать, потому что это как раз нотка женственности, такой романтичности, но без перебора. Очень классно, и цвет такой красивый прям у него. Но, кстати, многие бренды начали ведь во своих там новогодних коллекциях шить вот эти вот здоровенные бренды. И я поняла, что это мы сделали, знаете, когда в ноябре или в октябре. Заранее. Заранее как-то вот пастелист, это всё уже прочекал, надо делать банку. Вот, вот, вопросики. Когда ты обращаешься действительно к стилисту, который соображает, который следит за трендами, у которого с насмотренностью всё окей, всё, ты предугадываешь тренды, потому что вот сейчас пойти в таком, уже, ну, как будто бы все сходили, да? Как будто бы все сходили, а я бы вышла первая. И вообще, знаешь, такая история, конечно, интересная. Когда я начала выходить на красной дорожке, вот это вот все вокруг звёзды, я вижу, что много звёзд, которые в одинаковых платьях приходят. Я такая думаю, да что? То есть на одном мероприятии может прийти, три девушки, наши, селебы, в одинаковых платьях. И как у меня просто замечательный стилист, он всё это смотрит, чтобы я только одна вышла, чтобы это платье до этого не использовалось на дорожках, чтобы всё было супер. И, например, как раз-таки мой первый выход. Я же про медийность в том числе. И так как я обратилась к пиар-директору Аню, вообще лучшей в этой сфере, мне кажется, и мы сделали коллаборацию с OK журналом, и мы впервые, моя команда, рилс-мейкеров снимала рилс именно на площадке, именно на красную дорожку с звёздами. То есть для нас выделили отдельную площадку, куда приходили звёзды, мы им снимали в моменте рилс, они в моменте сразу выкладывали себе. И делали коллаборацию общей рилса с журналом, со мной, и везде, получается, всем вин-вин, всем всё снято, всем реклама. Замечательно вышло, и тот тоже был очень классный у меня выход. Я была в платье, и вот в такой вот сумочке, образ в стиле Versace, у меня было чёрное платье, я вот здесь прикреплю, просто мне эта бренда, как пустелист, опять же, имеет контакты с какими-то брендами. Мне его давали именно выйти на дорожку, сейчас у меня здесь его нет. И вот такая вот сумочка, коллаборация Versace с H&M. Прикольно. Это какой-то олд... Да-да-да. Практически винтаж. Прикольно. А это ты купила или это твоя? Это уже моего стилиста. А, он тебе дал. Прикольно. Слушай, вот ты сказала, что тебе дали в аренду платье. Как вот вообще расскажи нашим зрителям, кто не ходит на красной дорожке, как это происходит? Потому что если ты хочешь популярность, если ты хочешь быть там наряду со звёздами, это понятно, что нужно много вещей. У тебя не купишь. Да, что, как это происходит? Он тебе привозит, забирает, дарит, не дарит, покупаешь. А когда ты берёшь стилиста, смотришь, да, какой стилист. Не важно, чтобы он был популярный, с кучей подписчиков. Смотря сколько у него связей, с кем он общается, дружит и может иметь, наладить контакт, договориться. И естественно, он пишет, что вот будет дорожка. Естественно, я буду во всех там вот этих вот изданиях, в своих, в своём блоге в этом. И естественно, бренд предоставляет это. Ему тоже плюс, уже верно, от этого. И когда стилист вы имеете такие контакты, тебе это, естественно, тоже очень выгодно. Но опять же, я всё-таки за то, чтобы лучше поддерживать и покупать. То есть такое иногда можно сделать, когда нечасто, но лучше, естественно, поддерживать. Поэтому у тебя постепенно наполняется твой гардероб. Да, поэтому наполняется, да. Это всё вот эти выходы, дорожки, какие-то такое вот платье. Ну-ка, что-нибудь ещё тут какой-нибудь интересный вариант покажи. Вот это, вот это. Это очень... Ой, подожди. Она очень красиво выглядит. Так вот, знаете... Красиво. Я в нём как мокрая. Очень можно посмотреть, что за бренд. Да, бренд вроде бы. Ну вот, кстати. И ещё вот такая вот здесь. Так вот. И она сзади вот так вот висит длинная. Такая немножечко на яхте. Я отдыхаю. Всё вот тут. Да, да, да. Очень классно. Просто простое платье комбинации, но выглядит эффектно. Если аксессуарчики ещё, да. Да, из-за вот этого вот, что как качество. Это тоже стилист тебе подобрал? Да. Класс. Слушай, ну, действительно круто, когда вот есть мэч клиента и стилиста, и когда долгосрочное сотрудничество, и ты постоянно... Тебе не надо заново объяснять, что там я хочу и так далее. Как ты выбирала вообще стилиста? Так как моя подружка Карина Негай, и она познакомила меня опять же с моим пиар-директором, потом я шла дальше, меня познакомили они обе с моим стилистом Денисом, я поняла, что это тот человек, с которым мне приятно прежде всего общаться, то есть мы сначала подружились, а потом он говорит, блин, вот я вижу в тебе, вот можно сделать вот так. Это самые лучшие продажи, когда мы искренне хотим людям помочь, то есть мы говорим, вот я вижу, вот можно тебе вот так сделать, можно так. То же самое, как я общаюсь, например, с многими познакомилась, когда я была вообще ну-неймом, девочка из деревни, ну как она может быть в окружении каких-то звёзд, популярных блогеров. Я просто подходила людям, искренне говорила, что я могу, чем полезно быть, советовала, они сами хотели у меня что-то купить. То есть это очень классный лайфхак. Также я, Денис, не хотел мне ничего продавать, мы просто как-то сидели, и он такой, давай. Я такая, слушай, давай. Естественно, потом подключились мой пиар-директоры, они-то всё разработали стратегию, как с точки зрения именно позиционирования, я должна и в медийном поле быть, и опять же и в блоге какая должна быть, и чтобы это всё было стильно, и недорого в том числе. То есть я же не покупаю вот такие-то жакеты и костюмы, там, люкс. У меня в основном там платье сколько? За 10 тысяч есть, за 15 тысяч есть, за 20, есть, конечно, за 30, за 40, за 50, но в основном это вот... Доступные бренды. Да, да, да. Слушай, ну, получается, воля случая и контакты. Ну, то есть, и здесь мы переходим к тому, что круто общаться, круто наращивать своё окружение. Ну, вот хорошо, тебя познакомили, тебе классно, у тебя есть подружка, Карина Негая, она тебя познакомила. А вот захочет у нас, не знаю, там, Маша из Сыктывкара. Тоже, ну, вот как ты, классный, быть крутой. Вот что ей делать? У неё нет там стилиста, чтобы знакомых, чтобы он её переодел. Что делать ей? Как вот, ну, может быть, какой-то у тебя лайфхак? Вот если бы ты искала сама. Да, если бы Маша с Сыктывкар, я бы самая, самая Маша. Hello, Маша. То есть я так и делала. То есть я просто открывала, вот как я говорю, кого? Кто модный, стильный, молодёжный? Знакомых, друзей нет, никого нет, мам, пап нет, помощи нет, денег нет. Открываешь, смотришь, вот вроде блогерша, отметил какой-то бренд. Так, окей, пошли дальше. На кого она, эта блогерша подписана? На тех-то, тех-то, тех-то. Смотрим, что они, на кого они, что они лайкают, что они смотрят, что они публикуют, свои stories, телеграм-каналы, паблики, пинтерест, насмотренность ты вырабатываешь. И вообще, самый крутой лайфхак, вот когда ты позиционируешь себя как-то в блоге, тебе же нужно выбрать какую-то уникальность, то есть, чтобы тебя запомнили. Это называется ДНК бренда, каким-то фишечками нас запоминают. Чтобы ничего не придумывать, вау-вау-вау, я всегда просто говорю, смотрите на бренды, например, Прада, да, вот ты понимаешь, что тебе нравится лухарегопник, вот такой вот, со шкепочками этими, Прада такой весь, ну, тут можно вставить, да, их стилистику. Ты смотришь просто, что примерно у них есть, выписываешь, что тебе нравится, и идёшь в масс-маркет, и ты покупаешь похожее. То есть, не обязательно же все, вот мне нравился Saint Laurent очень бренд, потому что у меня сумок немало оттуда. И, ну, немало, три, две, два. Три это как минимум больше, чем две. И я понимала, что так, Saint Laurent, это такие вот жакеты, плечи, это всё выдержанное, это всё такое строгое, гёрл. Я понимала, что так, надо просто пойти, в обычный магазин, доступный, заказать где-то похожий жакет, то есть, без всяких бренда, без логотипов, похожий, качественный, и собрать примерно похожий по ДНК какого-то бренда, который тебе нравится, или совместить там что-то, если ты разбираешься. Вот, это очень классный лайфхак. Например, опять же, как вот Инстасамка, да, выделялась, она просто копировала Cardi B, клипы, образы, всё, 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 и классно же вышло, и потом пришла к своему. Я не говорю про то, что надо брать какого-то блогера и копировать, копирование это не всегда окей, потому что, например, вот ко мне приходит на обучение какой-нибудь психолог, у нас на обучении тоже стилист есть, который там рассказывает, как им там, что сделать, и какому-то психологу, которая такая более дерзкая, выдержанная, может там словечко какое-то закинуть в рилсах, в тех же люблоге, может подойти деловой классический стиль, а какому-то психологу более такая душевная, она вот летящая, такая вся эстетика, наивные больше оттенки подойдут, больше такое вот романтизм, минимализм тот же, рубашечки, то есть смотря какая вы личность и какая ниша, тоже нужно смотреть. Вот это самый классный лайфхак, мне кажется. В общем, ты сейчас рассказываешь, получается, что ты, получается, не только учишь там, как снимать, да, там что, но ещё и как вот себя запозиционировать, потому что действительно стилистическое направление, оно очень много говорит, потому что оно говорит за тебя, пока вот там первая секунда, ты видишь, да, и сразу считываешь, нравится тебе или не нравится. Ты сейчас сказала о том, что вот нужно смотреть Пинтерест, Инстаграм, подписываться и так далее. Работать надо, чтобы свой стиль сформировать. Ну, короче, друзья. Это очень много. Когда я начала погружаться, у меня вся лента была в стилистах, у меня всё было вокруг, там какие-то образы, выходы, я всё это смотрела, это очень классно работает. Везде насмотренность помогает. Сто процентов. И эксперименты. Пробовать, не стесняться, потому что никто за вас это не сделает. Даже если вы идёте к стилисту, всё равно самой, ручками что-то надо делать. Принимать решение, говорить своё мнение какое-то, соглашаться, не соглашаться. Ну что, я вижу там очень много красоты, сумочек, выставленных просто. Короче, пойдём посмотрим их и потрогаем. Но у тебя, я вижу, очень красиво выставлены сумочки, они все такие классные, красивые, и я смотрю, только люксовые. У тебя ещё столько люкс? Да, только люкс. Я всё-таки за то, что можно ходить в футболке Zara, но если у тебя есть возможность, как у меня сейчас появилось, ремни, аксессуары, сумочки, очки, ну как бы лучше качественно убирать. Хотя очки у меня там лежат тоже чендемовские и Dior рядом. Но раньше у тебя были не люксовые сумки. Да, вообще у меня история как-то люкса про подход к нему. Я как-то в России, мы все думаем, что GES это люкс, там, это классно, вау, Tommy Hilfiger, потому что это дорого у нас, стоит реально дорого. А так как я жила полгода в Америке, я видела, как там бомжи ходят Tommy Hilfiger и в этаже GES. Ну то есть это реально история, штаны, я видела, мужик лежит и Tommy Hilfiger такая маленькая бирочка. Это даже не фейк, это реальный вот бренд. А мы так, ох, мечтаем купить. потому что у нас это дорого, и это действительно так. У меня были ремни Tommy, GES ремни, сумочки, вот такие вот, то есть я потихоньку покупала, это все первое, у меня на той старой квартире, там, старая жизнь, все это лежит. То есть ты еще хранишь пока их? Это все хранишь, на всякий случай, им полный. Да, 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 мне как-то жалко, я не знаю, это памятные вещи. Вот, ну а потом как-то я избавилась из таких сумок, все это отдала, раздала на маме куда-то, и вот сейчас у меня... Только люкс. Ну, как я считаю, не особо, что это много, но на каждый выход что-то есть. Мы тут выбрали три сумки, про которых хочется рассказать. Расскажи про каждую из них, пожалуйста. Ну, вот это моя самая первая брендовая покупка, вот эта вот малышка, которая под все подходит, под вечерние образы, а тут еще цепочка была, она даже оторвалась, потому что как-то я ее уронила. Как давно ты ее купила? Сейчас точно скажу, где-то два года или полтора года назад, то есть, ну, буквально, я уже на тот момент, у меня доход там в месяц был там до четырех миллионов, и я все равно не покупала ничего себе брендового. Я зато человек, который вкладывал всегда деньги в обучение, в недвижимость, какие-то там расложить это все, инвестировать, вот это вот до последнего хранишь, боишься что-то покупать, и эта сумка была таким переворотом в моей жизни, как можно потратить 130 тысяч на сумку? Это же ужас! Тем более, ну, вы видите, уже даже пододранная такая, ну, это не то, что... Сразу видно любимое. Да, то есть, это не обязательно люкс, это вот качество, у тебя ничего не обдерется, вот эти сумки вообще всегда здесь обдираются. Потому что она сильно гладкая такая. Да, да, и я помню это чувство, когда ты покупаешь, оплачиваешь, и тогда это было в ЦУМе, там, еще продавались они, и я такая, боже, какой кайф, и это столько дало мне энергии, я заработала еще больше, я пошла, когда по улице, я понимаю, что я с любимой, своей самой дорогой сумкой, это так круто, и до сих пор ее ношу, как-то, чтобы не забывать, с чего начинать, с чего начинать. Но она действительно ведь вне времени, и в люксе много, действительно классной базы, которую ты можешь купить и носить прям долгое время, она не будет выходить из моды, она не будет, ну, практически выходить из строя, и будет со всем сочетаться, потому что черная базовая сумочка с небольшим логотипчиком, это классно, здорово, и она, главное, что миниатюрная, тебе очень сильно подходит. Так, а вот это вот что? Что за? Пропокационная самая. Да, что это? Для сим-карты? Я не знаю, мне кажется, карточка от банковской не влезет. Так и есть, ничего туда не влезет. Сумка Жак Мюз. Тут у нас 20 евро, например. Зачем ты ее купила? Расскажи, почему ты ее купила? Тренд. Тренд. Жертва маркетинга, ловкий, да, вот я вот такая вот все-таки, у меня есть крайности в крайность, я такая, нет, надо экономить, инвестировать, вот это до последней копейки все, потом куплю себе какой-нибудь. Так, ну и что, ты ее носила? Носишь? Конечно, конечно. Как ты ее носишь? Ты ее надеваешь кросс-бодим? Можешь продемонстрировать нам, пожалуйста? Или как? Просто как аксессуар, правильно я понимаю? Ну да, больше как такой брелок. Ну действительно, в нее ничего не положишь, но это аксессуар, это как ремень, как сережки, как ожерелье. Просто добавляет еще один слой в образе, и это действительно можно пользоваться. Ну не обязательно, конечно, Жак Мюз покупать, можно и какие-то демократичные бренды взять, чтобы этим приемом воспользоваться. Потому что сейчас много, как раз таких миниатюрных сумочек. А еще, кстати, классный лайфхак, можно ее цеплять вот на какую-нибудь такую большую сумку, и вот этот тренд на две сумки, он все еще сохраняется, поэтому тоже можно использовать. Ну а это у нас что? Сен-Лоран. Это самая большая сумка, как раз таки, с маленьким. Самая большая. Подпись, видите, я вот уже когда минимализм пошла, и решила ее купить. Я чуть-чуть как бы не просчитала. Мне нравится очень, как она сделана, все очень удобно, но она серая, а весь гардероб у меня теплый. Это важно, друзья мои. Учитывайте, что если у вас теплые как-то оттенки, как ты правильно говоришь, я не стилист, в общем, не обессудьте. И я купила ее, и сейчас понимаю, что мне в целом-то она не под что не подходит. Ну, чего страшно. Да. Поэтому обращайте внимание на цвета в том числе. Хотя она, ну, с чем-то черным, если вы видите какой-то черный лук, либо белый, да, тут можно. Ну, в общем, такие классные сумки, в принципе, они всегда на века работают, поэтому если вам это подходит, с процентом работайте. Я уже видела, там какую-то красоту. Да. Приходит к самому дорогому. вот просто искрится и манит, говорит, посмотрите меня, пожалуйста, друзья, мы хотим посмотреть Кортье. Ну что, я залезла в твои богачества. Да. И, конечно же, меня заманили вот эти три красных коробочек от Кортье. Кто не знает. Это, мне кажется, бренд, о котором мечтают все, ну, либо большинство, кто хотя бы чуть-чуть начинает зарабатывать. Но я представляю, я не знаю, я представляю, я не представляю, сколько это стоит. Вот это стоит достаточно дорого. Как вообще возможно заработать на то, чтобы покупать себе вот Кортье? эскорт, содержанство, папика. Мне не предлагают, поэтому мне приходится работать. Но на самом-то деле, вот как раз таки я все себе самопокупаю, это вот то, что мне подарил мой молодой человек, который как раз таки мой продюсер. мы с ним уже семь лет вместе. Получается, спишь с продюсером? Да, еще я сплю с продюсером. В общем, тизеров там нарежу. Вот так, да, вот такой вот подарочек. В общем, это подарки, да? Ну, ты знаешь, сколько они стоят? Конечно, конечно, не знаю, я все посчитала, я все загубляла. Ты мечтала когда-нибудь вот о таких роскошествах или это так случилось? Когда ты начинаешь вот видеть на подружках подобное, ты такая, блин, это красиво смотрится, правда, хотя всегда я отрицала, что это не нужно, это все, вот эти роскошства, вот ты чем дайм, пожалуйста, красиво, это ту матч, зачем на это тратить деньги? зачем? Лучше инвестировать. А потом я поняла, что это же есть инвестиция, по факту, я могу это продать, вот часы бриллиантовые, золотые, с брюликами, поближе посмотреть, с маленькой надписью карте, вот это без вот этой логомании, кто знает, тот знает, кто не знает, думает, ну, какие-то Кассио, наверное, может быть, H&M, там я не знаю, ну, как бы такая история. Но это не времени, не классика, которую действительно там наследство можно передавать, или продать потом, да. И наши любимые браслеты, лав, гвоздь. Самая заезженная, гвоздь, которая все равно хотела, очень красиво действительно смотрится, вот так вот он гнется, с чем мне было так страшно, как же он, как же он, как же он сломается, да, его же можно сломать, но он, на самом деле, смотрится очень красиво, и хотя заезжена. Ты часто носишь их, или больше вот они тебе стоят? Часто ношу, это действительно на повседневку под все подходит, а если вот, например, часы, они такие золото, с серебром под все подойдет. Вот это недавно, на Новый год, мне подарил мой молодой человек, с этим браслетом вообще такая история, он стоит что-то миллион, триста, если не ошибаюсь, тут вот полностью бриллианты, и у меня украли, получается, браслет стоимостью один и три миллиона рублей, даже, может, дороже. И как это все было? Сейчас я расскажу, это вообще треш. Я понимаю, что он мне мал, когда мне подарил Дима на Новый год. Я его, значит, надеваю, он мне жмет, мы давай связываться с байерами, отправляем его обратно в Казахстан, мы улетаем в этот день, у нас нет никого, у нас самолет, и мы понимаем, что единственная возможность, а нет, под Новый год разъехали все, и мои ассистенты, и все сотрудники, все, все друзья, куда-то подевались, мы такие, ладно, запакуем его в стрелный пакет, и отправим его курьером Яндекса. Все, значит, вот его запаковали, все это там некрасиво, и нам нужно было доставить его в отель, где как раз таки человек, который должен передать все это в Казахстан. Далее, нам пишет человек, кто в отеле должен был встретить, говорит, нет его, нет курьера, хотя мы вот с ним на связи, все он доставил, все замечательно. Оказывается, отель нам прям присылает, смотрите, курьер ваш пришел, фотку с камер присылает, и ушел с вашим пакетом, как он задом выходит типа с пакетом, говорит, вот смотрите, он ушел. Мы такие, да какой ужас, мы давай Яндексу звонить, этому бедному курьеру заблокировали его аккаунт, он там весь на панике, а проблема в том, что он спал сутки, отсыпался, видимо, бедный курьер уставал, и он на мне отвечал, и мы действительно думали, все пропал, оказывается, мы потом находим этого курьера, чьи там, да разбираемся долго, и когда мы уже, спустя долгие разбирательства, приехали в этот отель уже мои сотрудники, начали угрожать полиции, что это дорогостоящая покупка, мы поняли, что курьер ничего не делал, так как он вышел на связь, оказывается, что это украли отель, потому что через 10 минут ровно не могли его найти типа сутки, через 10 минут ровно они его выносят, да, мы еще нашли, когда узнали, сколько это стоит. А зачем было вот это? Я не понимаю, зачем рыться в чужих вещах, если тебе передали пакет? Зачем вот это вот? Хорошо, а в отеле зачем нужно было? Чтобы человек, кто байеру передает в Казахстан, наш проверенный человек, он его не встретил, потому что отель перехватил от курьера и не доставил. И получается вот такая история, они не хотели предоставлять камеры, хотя камеры курьера предоставили, а свои не хотели. Ну и мы поняли, что это украли они до сих пор. Но они вернули? Да, конечно, через 10 минут они вынесли, когда узнали, сколько это стоит, и сразу же вот, да, вот нашли чудесным образом ребят, какого-то вот самого нашлось. И ты, получается, не поменяла его еще? Еще нет, потому что... Потому что сама повезу, История, нет. Дальше история, его доставили в Казахстан. Значит, оказывается, тут есть царапина, очень это хрупкие вещи, тут есть вот такой специальный, значит... Покупаешь, значит, за миллион триста браслет, а там царапки еще даже не ношеные вещи. Это... Мы оставили царапки, потому что его очень легко поцарапать, так как это вот золото, все это золото, это все острое, значит. И вот мы черканули, вот даже сейчас я черканула, и нам его не приняли, просто не обменяли кортье. Все, и получается, я чуть не своровали его, он еще и маленький, и вообще очень много всего. И я думаю, ну нахер эти дорогие вещи. Что тебе делать с ним будешь? Ну, я его ношу на этой руке, вот тут он как раз. Надо худеть. Худеть, да, буду еще больше худеть. Ну ладно, на самом деле не только кортье я вижу здесь, но здесь достаточно такие понятные бижутерия, в том числе. Расскажи, кто откуда, потому что красота... Вообще часто ты украшения носишь, потому что... Я очень люблю украшения, потому что они в кадре сразу делают другой совершенно образ. Вот. Насколько ты интенсивно их носишь? Я ношу постоянно, под каждый образ. У меня примерно, я понимаю, что можно надеть. И если, например, взять опять же вот это вот полтора миллиона там часы какие-то, ну это H&M у меня, пожалуйста. Смотрите, как красиво смотрится вот сейчас, вот с этим образом. И, кстати, не скажешь, что они за счет того, что такой металл, гнутый, слегка потертый, как будто бы и дизайнерская какая-то вещица. Ну это H&M, пожалуйста. Красиво смотрится. Это у нас российские бренды. Я очень люблю российские бренды, поддерживаю бренд Трушев. Это моя первая выходная красная красная дорожка, самую такую основную, крутую выход, когда мы все это делали, вот так вот это по разным. Асимметрия, прикольно. Тут у нас тоже опять же золото-серебро. Очень красиво смотрится. Вот, очки, также ты видела там и диоровские, и вот H&M, пожалуйста. Понятные вайфайры, которые вообще вне времени. Да. Ну, кстати, классно. Вот к этому образу. Да, да, да. Бокальчик крестовый еще сюда. И ремень. И ремень. Ремень Dior. Да. Я, кстати, тоже недавно распаковывала, у меня тоже такая же покупка есть, только он пошире. Вот. Ты бы рекомендовала такое ремень к покупке? Да, точно рекомендовала. Он не то, чтобы там, знаете, когда написано Christian Dior, вот это вот, или Moschino, или что там написано на ремнях. А тут непонятно, что это такое, какая-то там закорючка и минималистичная, и под все подходит. Он еще, кстати, двусторонний. Если вот первую какую-то люксу покупку хочется, купить я бы рекомендовала вот это. Ну и стоит он относительно одежды, относительно сумок не так дорого. Намного, да, дешевле. Слушай, ну мы посмотрели практически весь твой гардероб. Очень хочется посмотреть на тебе образы, потому что, ну потому что представлять можно одно, а вот как действительно ты носишь. Вот еще, знаете, такой маленький лайфхак, скажи, ты когда собираешь образы, ты сама их составляешь, либо ты пользуешься какими-то подсказками стилиста? Подсказками стилиста, да. Пока что я только вообще на начальном этапе, я не знаю, как это все вообще выглядит со стороны. я могу попросить совет, потому что я и обучаюсь в этот момент. То есть очень важно понимать, что ты сама учишься, когда просишь подсказки, когда человек тебе объясняет, а почему это так, почему вот это так? Вот, и узнаешь себя новым. Возможно, это все будет все пополняться, потом приходите ко мне через годик. Там все будет, кстати, будет прикольно действительно посмотреть, как стиль поменялся. Можно я тогда залезу, хочу посмотреть, выбрать какие-то случайные вещи. В общем, у нас такая рубрика есть, традиционная. Я выбираю вещи, и обычно я стилистов прошу составить какие-то небанальные сочетания, которых еще не было. Но так как ты не стилист, и все-таки ты пользуешься подсказками своего стилиста. Я не буду тебе давать задание со звездочкой, поэтому просто вот вещи даю, а к ней какой-то образ, который твой любимый. Мне вот нравится вот этот вот... Новый, кстати. Кстати, новый, да, Lime, укороченный джемпер, колледж написано. Да, что-то в прэпи стиле. Да, все-таки у тебя эта история old money, прэпи, она все равно прислезает. Остается мне, разрешают покупать, разрешают, одобряют, да. Вот давай с ним, наверное, это первое. Очень хочу посмотреть на вот этот вот жакет, который ты так разрекламировала, но мы его не достали, поэтому посмотрим вот этот. Сейчас у нас придут сильные мужчины и опустят нам вот эту штуку вниз, чтобы мы достали. И давай что-нибудь из вечернего посмотрим. Да, да. Ох, банты, пайетки. Кстати, пайетки я вообще терпеть не могла. Я думаю, боже, кто носит вообще пайетки. И Денис мне говорит, это топ, тебе подойдет. Попробуй, просто пример. Я такая, ладно, окей. Ну что, тогда пайетки? Слушай, вот, очень хочется посмотреть, ведь пайетки все носят на Новый год. В этом году так вообще бум был на пайетки. Собственно, Новый год прошел, а пайетки остались. Да, с чем носить? Да, давай посмотрим, с чем их носишь ты. Да. Ну что, ты готова? Да, я готова. Ох, давайте. Так, ну что, первый образ с жакетом, который я выбрала, но я вижу, что ты выбрала Total Look. Расскажи, почему именно так. Я хитрожопая, потому что я, как увидела на манекене, все это убила в лайме. Понятно, удобно. Все удобно, красиво, комфортно и недорого, самое главное. Здесь у нас жакет, рубашка и брюки, то есть прям Total Look. Ну, кстати, прием эко-кожная рубашка и эко-кожный жакет, это прям, ну, для смелых. Да. Выглядит невероятно круто, хотя достаточно удобно. Насколько тебе жарко в этом? У нас вопрос будет, что... Кстати, не жарко. Мне тоже я блог, когда выложила, что вышло в этом образе. Комфортно, наоборот, зимой. Очень удобно на улице, а в помещении не так в целом жарко. Ну, то есть в каком-нибудь свитере я там к Шемирову, мне очень жарко. Да. Хоть он будет тоненький, в этом нет. Ну, и самое главное, что здесь свободный силуэт, не прилегающий полностью к телу, воздух циркулирует, поэтому все нормально. Куда бы ты в этом пошла? Я в нем снимала рилс. Снимала рилс. О, кстати, удобно, эффектно. Ну, раз ты королева рилсов, расскажи, пожалуйста, нашим дорогим зрителям. Ну, вот мне смотрят обычные женщины, в том числе, стилисты, конечно же, которые хотят, в принципе, продвигаться, но не только. И обычные женщины, которые, ну, вот смотрят на всех этих блогеров, которые снимают. Вот хорошо, у тебя квартира большая, светоборудование есть, луки стилисты оставляет, а вот у меня нет, но я хочу. Что делать? С чего начать? Хороший вопрос. Давайте здесь ставим сначала картинку, где я жила, и вы все поймете, с чего я начинала. Чтобы вы понимали, я всю жизнь жила в деревне, в доме где-то туалет на улице, а потом я жила в общежитии в Сибири, в Красноярске, где вот эта маленькая комнатка, и у меня была только фоновая шторка, я снимала там, вела блог, то есть опрокидывала тюль назад и снимала разговорный контент. И опять же, красивая картинка, у меня нет красивой картинки, у меня нет красивой квартиры, это все отговорки. Люди находят тысячу отговорок, чтобы лишь бы не делать и прокрастинировать, каждый раз это откладывать. Но Риллс такая тема, что сегодня они работают, приносят сотни тысяч подписчиков, у меня три ученицы, набрала полмиллиона, больше, чем у меня, 600 тысяч подписчиков, просто почти с нуля. А какая тема? Английский язык, эксперт, то есть это разговорный эксперт, экспертный контент. Очень много стилистов, в том числе, также кто по 200 тысяч набирает. И что они снимают? Не нужно ничего там замудренного, такие квартиры, чтобы иметь. Они снимают либо вот себя на фоне стены, их что-то показывают, картинками. И это сейчас тренд. Чем проще твой контент, например, у меня на телефон Риллс летают лучше, чем на профессиональную камеру с дорогим продакшном. Это факт, неоспоримый, можно посмотреть. И наоборот, важно, это круче смотреть аудитории, потому что они видят в этом невылизанность, что вы обычная, простая, вот сидите, какая есть, вот вы телефон как бы сняли, типа по пути куда-то шла, а не вот это, я приехала в студию, наняла визажиста, монтажера, вот это вот все, и для вас как бы делаю, стараюсь контент. Стараюсь, лайки ставьте вообще-то. На самом деле, ты вообще потрясающая, ставьте обязательно лайки и подписывайтесь, если вы от меня пришли, ребят. Но в Ютубе одна история, а в Риллс наоборот, чем проще, тем круче. Вот, поэтому скоро будет так же, то есть, если предугадывать, да, что будет в будущем, так же, как в Ютубе, будет органический трафик, он будет, но он будет сложный, будет сложнее пробиться. Поэтому сейчас есть такая волна, на которую можно залететь, что максимально просто снимаешь, и можно опять использовать картинки какие-то, да, раз про образ рассказываешь, берешь звезд, например, очень крутые разборы звезд залетают для стилиста, потому что что это? Лидер мнений, триггер, лидер мнений. Я называю экологичный хайп на звездах. Когда ты не обсираешь, там не сидишь вот этой вот бабкой на лавке, а просто экологично даешь свой комментарий. Необычные образы показываешь, люди сами уже там разберут это все по косточкам, кто-то там засрет, кто-то скажет классно. Тебе нужно просто как канал пропускной показать это и спросить мнение людей. Так, друзья, срочно все идем снимать рилсы. Я точно пойду этот лайфхак реализовать, потому что, ну, пользоваться нужно советами. Арина Большая, молодец, потому что действительно понятные, простые вещи говоришь. И вот ты, кстати, сказала про то, что простые, на простой телефон, это как будто подружки переслала, да, обычное видео снятое, поэтому тебе интересно смотреть. Очень круто. Ну, давай пройдемся по брендам, Total Look из лайма, кстати. Сумочка наша с Нелоран, которая не знала, куда присоседиться. Здорово. И здесь внизу, это что? Это вообще длинные, на самом деле, сапоги. Ага. Очень удобно, комфортно. Ну, кстати, когда широкие брюки, спокойно можно надевать сапоги. А это кто? Эконика. Все здорово. Минималистично все, без украшений, потому что на фактуру весь акцент. Класс. Ну что, посмотрим следующий обыск. Так, ну что, второй образ с джемпером, но на самом деле на него я обратила в последнюю очередь внимание, потому что действительно такой классный весенний лук, срочно хочется теплоты. Расскажи, пожалуйста, почему все так сложилось? Во-первых, я обожаю стиль... Это же прэпи, да, называется? Если не ошибаюсь. Ну, в целом, да, за счет гольфиков. Вот это вот. Я Блэр из Плетницы. Я сижу в Нью-Йорке на лестнице и что-то там читаю. А очень, естественно, мне это откликается. И что, откуда, почему так? Иногда хочется такой наивности, такой побыть школьницей, выгулять своего внутреннего ребенка. пиджак здесь сохраняет мою строгость, то есть это колледжи. Обожаю многослойность, когда это все на другую, это красиво смотрится. И люблю показать ножки. Класс. Оказалось бы, кривые ножки. Ну да, ну, конечно, гольфы надо носить аккуратно, но вроде у меня получилось. Куда бы ты в таком пошла? Ну, понятно, что сейчас у нас в Москве еще холодно, но... Я скоро лечу в Париж, в Европу и буду там гулять по Амстердаму. Вот именно, надеюсь, в таком луке, но сверху сидит на какое-нибудь пальто. Класс. Давай по брендам. Так, ну это наш любимый лайм. Выручает нас всегда. Да. Это лайм, это лайм костюм. Здесь то же самое, лайм свитер. Рубашка моего молодого человека от Боджи. Мужской бренд, очень классный. Вообще, эта рубашка просто кайф. Мужские рубашки самые лучшие, самые комфортные, не мнутся, их даже, мне кажется, гладить надо меньше, чем женские. И, конечно же, гольф, не знаю, откуда, какой-то там магазин. Лоферы иконика. И сумочка шайна. Да, и сумочка шайна. Мне, кстати, я хочу сделать тебе комплимент, потому что здесь прикольное, классное сочетание принтов, потому что здесь клетка. Может быть, вам плохо видно издалека, но она есть, она такая прям практически незаметная. Здесь полоска. За счет того, что разные принты, разные цвета и разные фактуры смотрятся невероятно вкусно, но в то же время очень понятный лук. То есть, он не вызывает такого, что, о боже, что он на тебя наделал. Он понятный, классный, стильный, но в то же время действительно хочется разглядывать. И опять минимум аксессуаров, минимум украшений. Да, да, у меня всегда минимум. У меня либо по максималке обвешатся вот это вот все, либо вот просто в сережке. Ну, здесь так как многослойность, мне кажется, это вообще круто. Ну, и я расскажу про свой лук. Я сегодня выбрала... Да, скажи, в чем ты сегодня. Да, я сегодня выбрала такой образ, в котором я, кстати, была тоже на выпускном у своего курса стилист будущего один раз. И, собственно, здесь у меня юбка Макси в пол от бренда российского Бонапарт. Очень ему нравится, потому что его можно... Эту юбку носить не только в теплое время года, но и сейчас вот зимой в 100%. Это российский бренд ботильонов Вэдди... Вилд... Виш... Короче, как это называется? Постоянно забываю, как они называются. Здесь у меня жакет от бренда 1.3. К сожалению, не знаю, что это за бренд. Я его случайно купила в Тренд-Айленде. Внизу у меня 12 сториз боди. И у меня здесь есть сумка. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Ну, она вообще решает. Сумочка, да. Сумочка, кстати, от Бенетона. Вы видели у меня ее недавно в распаковке. И здесь, да, сочетание одного и того же цвета, фактуры в обуви и сумке. Но я специально намеренно это сделала, потому что это два акцента, которые мне помогают образ завершить. Это украшение от H&M, а это марки экспо. Я тоже очень сильно люблю H&M, потому что они действительно классные. Они такие минималистичные, но выглядят очень эффектно и дорого. Да, дорого. Живу я, доказываю это. Сто процентов. Ну что, третий образ пайетки. Пойдемте. Третий образ пайетки очень необычный. Готовьтесь. Ох! Вау! Ну то есть она сейчас зашла в камеры и я такая... У меня даже слова пропали. Очень красиво. Это очень красиво. Знаешь, как называется этот образ? Ну-ка. Я только что была у своего мужчины, надела его рубашку, галстук и такая вышла после секса растрепанная. Ну слушай, да. Я была на этом на дорожке на премии журнала Voice. Очень тоже классно смотрелось эффектно. Собрала комплименты. Да, все были в платьях обычных и даже если это было под Новый год, да, где-то пайетки, но здесь пайетки так очень необычно вписываются. Здесь у меня боди. Очень секси, кстати, нюанс. Интими-сими. Рубашка. Мужская? Нет, не мужская. Но могла бы быть, кстати. Да, можно сюда, мне кажется, я мужскую вписать. Галстук. Мне мой стилист дал. Это не так важно на самом деле, да. А юбка? Югона. Класс. И лодочки? Эконика. Очень красиво. Сумочка Жак-Мюс. Мы уже это видели. ЧБ-вариант. Черный-белый. Причем черный низ, белый верх. Но смотрится невероятно эффектно за счет фактур, за счет необычного сочетания, за счет небанальной стилизации. То, что рубашка расстегнута, то, что под ней кружевное боди, выглядит невероятно круто, эффектно. И действительно, кстати, этот вариант можно повторить, но абсолютно каждый, потому что юбку можно заменить на какую-нибудь сатиновую, вот как у меня, да, либо какую-то кожаную, карандаш, вообще все что угодно. Очень красиво, очень эффектно, но вот второй раз уже не выйдешь в этом. Ну, согласно, но я бы вышла все-таки, мне пофиг вообще, кто, что. Ну, тем более, прекрасные губы здесь, они очень эффектно смотрели, страсть, фоточку все вставили. И, ну, а вообще можно разделить и все носить по частям, вообще классно. Наше шоу называется «Секреты гардероба», поэтому расскажи свой секрет. Может быть, я не знаю, с работой связанной, с каким-то случаем. Мне с этим сложно, вообще секреты, и мне кажется, у меня еще нет секретов, я все рассказываю так. Ну так, немножечко, скажи. Есть, сейчас расскажу, наверное, его, да. Есть просто один случай, интересный, как мой первый рейлзый делал. О, отлично, и по теме как раз. Да, я думаю, что снять, интересно, вот опять же, и поняла, что людям нравится что-то про отношения. Думаю, давай-ка я расскажу историю, как вот я встречалась со своим бывшим парнем, начала новые отношения, и офигела, когда сравнила, что я рассказываю. Представляете, мой парень меня отпускает с подружками посидеть в клуб, куда-нибудь в бар, в ресторан легко, спокойно, не переживает, разрешает мне носить какую-то открытую одежду, юбки. То есть, в предыдущих отношениях у меня было сложно в этом плане, что мне вообще нельзя было ничего носить, такого откровенного. много, и меня там так, значит, поддержала одна аудитория женщин, что вот, они мужчины после абьюзивных отношений всегда так, а мужчины, естественно, что да ты, я тебе не буду по клубам. Так, затем, во-первых, я еще такая думаю, да ладно, пофиг, расскажу, что там в моей деревне, точно до нее не дойдет, никто не узнает, и вообще мои друзья точно в тик-токе, тем более, это было, в итоге все об этом увидели, все этот ролик посмотрели, перезлали друг к другу, и бывший, конечно же, это тоже посмотрел. Что сказал? Ну, мы с ним в нормальных отношениях, поэтому, поржал, поржал, да. Вот вам, пожалуйста, секрет, Жизу, которую вам интересно рассказывать другим, можно тоже рассказывать в соцсетях, и они будут. Обычные вещи, казалось бы, многим знакомы, даже если в юморном формате, это тоже очень круто, может быть. Круто, Арина, слушай, очень много классного сегодня, и советов парился, и советов по стилю, и вообще посмотрели на работу стилиста с другой стороны, спасибо тебе большое, что пригласила нас в гости, мне было дико интересно, я прям восторгаюсь работой твоего стилиста, и твоими образами, как ты их несешь, это невероятно круто, и очень хочется посмотреть на них через годик, через два, когда все будет, мне кажется, совершенно по-другому, в этом и прелесть стиля, потому что можно меняться абсолютно всегда. Но вам хочу сказать, пожалуйста, не бойтесь экспериментировать, потому что это дает энергию, это дает силы, и это помогает вам двигаться по жизни. Экспериментируйте, и у вас все получится. Субтитры сделал DimaTorzok